приветствую друзья и гости канала всем огромный привет и сегодня у нас 4 октября а это означает настало время новостей и знаете что я уже так мельком посмотрел новости конечно новости будет такие хорошие как вчера но так 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 некоторые новости конечно это просто театр абсурда ладно давайте потихонечку начнем первое в сочи полицейские изъяли из оборота 800 литров незаконного алкоголя и конечно же кто-то говорит злые зайки говорят что они решили уничтожить просто выпить а потом наглую выписать но не знаю но то что изъяли это изъяли это факт остается фактом ну 800 литров незаконного не займешь это даже мало и так пандемия не помеха по сочи катается ковальдо шикарных ламборгини да вчера тоже вот я ехал до любых проезжал и я офигел просто сколько у нас молодых парней сколько у нас молодых пацанов которые в свою очередь могут себе позволить ламборгини при том это кабриолеты и тому подобное и вот вчера у них такой прям был пробег такой интересный красивый ну что могу сказать хреново живем мин про 7 мин на руки рассказали о переводе школ и вузов на удаленку в общем говорят что не все будет вузу передали ну переводится но там где у нас будет большой горячак за заражением то будут опять у нас в общем учиться якобы очно но заочно посмотрим что из этого получится столкновение копейки и грузовика в сочи погиб человек в общем грузовичок так небольшой выехал на встречную полосу и кирдык лоб в лоб и все по поводу того почему я так плохо отношусь с тем людям которые передвигаются непонятно чем ребят ну как вам сказать я не хочу там никого троллить просто хочу чтобы например я отцу почему покупаю машину иномарку какую-нибудь с подушками и тому подобное потому что я беспокоюсь о своем папе мало ли там да может он ездит аккуратно а вокруг другие ездят не особо аккуратно ну и само собой разумеется хочется чтобы папа прожил дольше и чтобы не смог там не за этом не дай бог погибнуть в какой-нибудь такой бестолковой тупой аварии где один выехал на встречу а другой решил доказать что он прав и не стал смещаться поэтому вот как бы так на два месяца отменяется ласточки из сочи майкоп и армавир ну потому что там будет переделать железную дорогу в общем как бы так сочи составит 20 методов протоколов на гостинице за нарушение требований роспотребнадзора но как бы знаете вот все таки в роспотребнадзоре схожу потому что там еще те еще скоты особенно в сочи потому что в орехово зуево у меня дочка ходила в роспотребнадзор там нормально все объясняли разжевывали все красиво все эстетично все в сочи конечно они тебя ведут как свиньи конченые ну к у нас принципе то все нас так ведут и иногда и риэлторы так могут себе позволить и в целом как бы судебно приставы у нас то ведут себя и зло плохо да и гаишники такие но вот роспотребнадзор занял первое место в этом отношении поэтому схожу к ним в гости там потом видно будет что из этого получится потому что интересно они только с девушками могут беззащитными так общаться либо и со мной вот так как бы так резкий рост за сутки в сочи 13 новых случаев заражением коронавируса сочник павел куку кукуян сегодня приведет главный 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 футбольный матч своей карьере в сочи осудили лже застройщика обманувшего дольщиков на 13 миллионов рублей соответственно это для мысль была какая-то столько только я так и не понял не смог сориентироваться чтобы для мысль должны быть строить и кого-то обманули но факт то что дали 6 лет 6 лет 6 лет 6 ярких побед и так далее я могу сказать что сейчас очень много застройщиков сажают и думаю может быть на этом фоне остальные застройщики будут себя вести более более это порядочный так далее потому что ну потому что ладно не буду говорить почему глава минэнерго наваг губернатор кондратьев проверили готовить сочек отопительному сезону в сочи задержан помощник президента абхазии как-то я уже говорил вам что месяца два назад один из абхазов помощник президента на границе просто-напросто взял и сбил ворот и тому подобное как он сам сказал что ему надоело стоять надоело то пять часов и тому подобное и поэтому он так себя повел в общем уже задержали на 10 суток посмотрим что из этого получится я считаю что правильно сделали это показательно потому что в в общем в тех статьях где опубликовалось про такую выходку у нас абхазов очень много было комментариев что раз это помощник у нас президента абхазии значит ничего ему не будет и тому подобное и я думаю на этом резонансе уже как бы подсуетились потому что ну действительно как бы ну ну это свинство я считаю вот как бы так вот еще раз почему я не еду в абхазию на своем автомобиле точно в абхазию не поеду потому что я не хочу ехать в планету обезьян а вот на другом какой-то автомобиле вполне возможно ну опять же да на любителя ну лично мне пока туда не хочется не мне там не насти не нади пока никому из моих туда не хочется поэтому как бы так все чемпион таксист повредил несколько авто и вредился в стену но бывает что же делаешь бывает в сочи а все ребят это все новости представляете себе реально все новости больше новостей то нет а есть конечно россиянку смыло в море во время напозироваться решил хорошие красивые фотографии так часто бывает как бы да вот знаете вот я сейчас много вижу в интернете фотографий на фоне пожара я вижу фотографии того на фоне там смывающей волны и там подобное и да если например раньше медведь появлялся и все как бы с криками там убегали то сейчас тоже тоже сам проходит сначала нужно сделать фотографию с медведем а потом уже бежать куда-то вот идиотизм да живем сейчас в таком прекрасном веке что не за этом в общем у кого не хватает ума выделиться им именно своим умом и сообразительностью они предпочитают какие-то другие виды ну что могу сказать всем девушкам ну ребят голову то включайте так погибнуть можно все что тем более в сочи в этом году рекорд нас по количеству людей которые утонули и это не есть хорошо но в принципе это все новости да и от меня вы спрашивали куда я удалил видеоролик про инвестиции ну ребят мне то что нужба от ролика я получил ну и все-таки все-таки проанализировал я один из объектов и понял что короче понял что нужно немножко в другое управление двигаться в общем есть у меня сейчас объект на которых можно зарабатывать да про которые там особо никто из не сделает раз ничего не знает но просто как бы не пойду простую вещь чем крупнее становится застройщик тем меньше вариантов вам это строчка заработать я вам расскажу одну интересную историю наверное может быть сегодня когда поеду на рыбалку может быть может быть завтра все-таки нужно вам рассказать про челябинских у нас мошенников которые работают челябинских юристов парни до сих пор так и не рассказал думал что меня отпустят меня не отпустило потому что но реально про таких героев люди должны знать ну и соответственно про одного тоже из находятся станки почти все так работают прошлого тоже расскажу почему инвестора некоторые могут заработать только теоретически они практически почему вроде бы по теории вроде бы должен быть заработок а на практике оказывается что нет как раз не получается там подобно тоже наверно на эту тему сниму сюжет тем более у меня перед глазами яркая ситуация яркий пример пример не будем называть в этом имен но расскажем просто чтобы горе не старам некоторым это было небольшим уроком ну согласно же согласно вот как бы так вот судим указать мы уложились всего лишь за 10 минут по новостям это есть хорошо ну и мы с вами потихонечку 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 сейчас по мою машину знаете машину сейчас переклеил тоже вот через 500 километров буду делать то он как то сделаю я с большим удовольствием сниму сюжет сколько же обходится то сколько обходится содержание но одно я могу сказать точно машина за 45000 audi обходится на 30 процентов дешевле чем за это же время содержать раф 4 вот так вот как бы так с ней серьезно ну как бы не вру ни капельки но действительно как бы дешевле поэтому еще раз я для себя понял что слава богу что я не поддался там каким-то опять уговором дальневосточников не купил себе вместо audi q8 не купил там lexus 350 или не купил там lexus 450 или не купил еще какую-нибудь говно типа highlander и тому подобное слава богу потому что ну пока знаете я нищеброд я пока себе не могу позволить содержать японские автомобили поэтому приходится ездить на немцах ну не получается как буду зарабатывать много но в реально много чтобы я мог позволить содержать toyota rav4 который каждый 10000 высасывает по 20 по 30 тысяч рублей и тому подобное которые вроде двигатель меньше чем там чем audi q8 но жрет на 20 процентов больше и тому подобное вот обязательно куплю себе toyota а пока вот я нищебродствую буду передвигаться на немцах все вам хорошее строение но мне сегодня хорошие рыбалки сегодня просто едва к нам нужно пообщаться с друзьями как бы даже больше не рыбалка больше там делаю вопросы ну и сейчас тоже готовлю закрытый ролик по закрытый ролик по инвестиции куда можно вкладывать нельзя вкладывать вчера как раз на квадрокоптере все это наснимал все это сделал но он будет не свободном доступе он будет нас доступе по ссылке к кому нужно ребятку инвестирование вы там 20 пишите мы потом будем скидывать видео ролик потому что не хочу я делать медвежью услугу для других риэлторов и пускай риэлторы сами думают сами знают сами ищет как бы для своих клиентов то лучше и тому подобное как бы я буду все-таки работать под своих клиентов все ребят всем добра и пока